Установив и настроив SOLIDWORKS в соответствии с задачами конструкторского бюро, набрав штат инженеров, руководитель рано или поздно сталкивается с необходимостью распределения поставленных задач. Существует два принципиально разных варианта решения этого вопроса. Первый вариант, я считаю его обычно тупиковым, это принцип каждому инженеру по задаче. Он в целом может работать при условии, что каждый ваш сотрудник идеально владеет данной системой автоматического проектирования и также идеально знает все нюансы вашего производства. Он должен уметь моделировать, составлять конструкторскую документацию, возможно совершать какие-либо просчеты физических характеристик. Также он должен уметь давать визуальную часть задания. Это очень интересный вариант, конечно, но, к сожалению, обычно так не бывает. Поэтому все склоняются ко второму варианту распределения задач. А именно, нужно определить, кто из сотрудников в чем силен. Возможно, кто-то умеет быстро создавать трехмерные модели, вроде вот этой. Возможно, кто-то умеет отлично оформлять конструкторскую документацию. Он скрупулезен, очень внимателен и не допускает ошибки в оформлении конструкторской документации. Возможно, кто-то из ваших подчиненных отлично справляется с визуальной частью. Стоит найти сильные стороны ваших сотрудников и расставить задачи в соответствии с их навыками. Получив техзадание или составляя его совместно с заказчиком, подумайте, кто из ваших сотрудников чем мог бы заняться. А также, кто мог бы выполнить больший объем работы, а кто не справится с данным объемом в срок. Но, говоря о большем объеме работы, я не имею в виду, что необходимо максимально нагрузить сотрудника, который лучше всех владеет инструментом автоматического проектирования, имеется в виду, что больший объем выполненный работой одним из сотрудников позволит дать остальным время подтянуть свой навык до его уровня, либо в некоторых моментах вообще поставить его куратором над более слабыми в плане работы автоматической системы проектирования, либо в проектировании в целом коллегами. Также стоит учитывать специфику того, что если человек долго занимается одним и тем же процессом, он не всегда может грамотно объяснить как тонкости и нюансы, потому что из-за долгого времени работы в этой сфере он перестал задаваться тривиальными вопросами, которые могут быть вообще непонятны для его коллег. Кроме того, также не стоит забывать такой момент, как приедание работы. Ваш сотрудник может великолепно выполнять физические расчеты, но занимаясь одним и тем же видом деятельности долгое время весьма велика вероятность того, того, что со временем он перестанет обращать внимание на какие-то мелкие детали и начнет совершать ошибки, поэтому крайне рекомендуется периодически менять типы поставленных задач. это даст возможность одним сотрудникам развиться в новой для них сфере и более опытным сотрудникам вспомнить, либо, возможно, даже узнать какие-то новые особенности работы в автоматической системе проектирования, либо поддержать навыки, нетипичные для него на должном уровне. Кроме того, как показывает практика, для коммерческих целей также необходимо иметь в штате сотрудника, занимающегося созданием презентационных моделей. Для их создания обычно используется добавление Photovue в 360 и модуль анимации. Как показала практика, намного проще договариваться с будущим заказчиком, имея на руках фотореалистичный рендер и обзорные ролики на те или иные ранее созданные модели. Так как при их демонстрации человек давший вам техническое задание на разработку того или иного агрегата будет примерно иметь визуальное представление о том, что получит в конечном итоге. Кроме того, в результаты работы добавление Photovue в 360 и модули анимации доступны для сохранения в стандартных форматах для просмотра на любом офисном оборудовании. Таким образом, правильно распределив задачи между сотрудниками, вы сможете выиграть во времени производства, проектирование и, скорее всего, получите меньшее количество ошибок на выходе, так как каждый человек занимается тем, что ему ближе и лучше у него получается. Продолжение следует...